Космонавт Бас Олдрин, один из трех человек, первых вступивших на Луну, не так давно разместил у себя на странице в Твиттере очень странное сообщение. Там было написано «Мы все в опасности, это само зло». Под надписью находилась фотография, сделанная в Антарктиде. На ней была изображена заснеженная гора, которая выглядит, внимание, как пирамида. Для нас, видимо, навсегда останется загадкой, что нам внезапно хотел рассказать великий космонавт об Антарктиде и почему он пытался сказать миру о всеобщей опасности и зле, которая там таится. Мы никогда не узнаем суть этой тайны. Ну или все-таки узнаем. Почему простому человеку без особого разрешения невозможно попасть в Антарктиду? Почему в последнее время интернет кишит очень странными фото и видеоматериалами, на которых мы видим не то потерпевшее крушение неопознанные летающие объекты, не то пирамиды? Что от нас там прячут и боятся показать? Вы не поверите, но на этот вопрос есть ответ. И он оказался очень конкретным и пугающим. Давайте сегодня, наконец, его озвучим. С вас подписка на канал, лайк и комментарий. Поехали! Дорогие друзья, есть теория о том, что мой канал находится в теневом бане. Поэтому сейчас все те, кто подписан на канал, кто еще не проходил эту процедуру в предыдущем видео, у меня к вам огромная просьба. Прямо сейчас ставите на паузу это видео, отписывайтесь от канала, сразу же переподписывайтесь, потом жмете на колокольчик и выбираете функцию для всех. Это должно помочь каналу и видео выбраться из теневого бана. Всех очень и очень прошу это сделать. Пожалуйста. В марте 2002 года с космодрома Плесецк был запущен ракетоноситель, который должен был доставить на орбиту Земли два спутника. Спутники создавались и запускались в космос для наблюдения и изучения гравитации нашей планеты. Прежде всего, они должны были обнаружить гравитационные аномалии или районы Земли, где гравитация отличается от привычной. Планета имеет в себе так называемые концентраты массы, вызывающие гравитационные аномалии. Чем больше эта масса, тем сильнее воздействие гравитации, в том числе и на спутники, которые пролетают на орбите Земли в космосе. Во время одного из пролетов над Антарктидой спутник под названием Грейс обнаружил невероятно странную гравитационную аномалию. В районе, где не было ничего необычного, где не было видно сушу или каких-либо гор, был гравитационный всплеск, который притягивал пролетающие спутники сильнее, чем где-либо еще над Антарктидой. Это очень сильно озадачило ученых, так как возникал вопрос, что могло находиться подо льдом столь огромное, что способно было вызвать столь сильную гравитационную аномалию. Геофизик из Государственного университета Огайо Ральф Фрис был частью команды, которая начала удивительное исследование данной аномалии. Используя многочисленные радары, ученые обнаружили 320 километров массы, предположительно застывшие мантии, спрятанные под двухкилометровым слоем снега и льда. Такая масса застывшей магмы могла возникнуть после удара массивного объекта из космоса. Такова была их первоначальная теория. Саму массу окружает кратер величиной в 500 километров. Дело в том, что некая масса, находящаяся в кратере, тоньше, чем любая другая поверхность в регионе и вообще подобные выплески застывшей магмы. На данный момент ученые не знают, как и за счет чего изучить то, что таится подо льдами Антарктики. Имея нынешние технологии, они могут лишь подтвердить, что некий объект, находящийся в Антарктиде, столь огромен, что способен гравитационно воздействовать над пролетающие спутники, как ничто другое на Земле. Антарктида континента яща в себе огромное количество загадок, начиная от теорий заговора, связанных с секретными базами нацистов, где производились Третьим Рейхом неопознанные летающие объекты, заканчивая информацией не из слишком авторитетных источников о том, что в Антарктиде в последнее время обнаруживает все больше и больше нечто, что можно идентифицировать как пирамиды. В центре Антарктиды находится всего одна исследовательская станция Нью-Мейер, на которую постоянно прибывают новые экспедиции. Каждая экспедиция имеет свои цели и задачи, а также название и шеврон, эмблему, в которой заключена суть экспедиции. Вот так выглядит шеврон экспедиции 99-го-2000-х годов. На нем мы с вами видим отчетливо, что экспедиция прибыла в Антарктиду, чтобы искать пирамиды. Не знаю, друзья, я не конспиролог, однако судя по твиту база Олдрина, на котором не то пирамида, не то пирамидальная гора в Антарктиде, они все-таки нашли то, что искали. И это само зло, из-за которого мы все в опасности. Так написал величайший из живущих космонавтов мира. Видимо, в Антарктиде находятся все ответы на многие сложные и важные вопросы, которые давно ищет человечество. Наверное, эти ответы могут нас напугать. Именно поэтому простого смертного туда никогда не пустят. Самое важное, что необходимо спрятать там, в Антарктиде, от незаангажированных ученых и конспирологической общественности, это, конечно же, причина самой мощной земной гравитационной аномалии. Некий сверхмассивный объект, аккуратно лежащий в кратере. Существует теория, друзья мои, что именно находится там в кратере. И вы знаете, данную теорию я нахожу весьма интригующей и симпатичной. Теория заключается в том, что там в кратере находится ковчег. Второй ковчег. И он такой величины, 320 километров в диаметре, потому что он должен взять на борт большое количество людей. Большое количество людей, но не всех, видимо. Я думаю, данная теория безумно бы понравилась Пашке. Пашке, которая обязательно к нам еще вернется. Если вы посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление злу и обману. Уважаемые друзья, а еще, пожалуйста, у тех, у кого будет желание, всем настоятельно рекомендую пройти по ссылкам под этим видео и подписаться на мои соцсети. Особенно призываю всех подписаться на мой телеграм-канал, где у нас очень живое общение с большим количеством людей на различные необычные темы и где публикуются постоянно различные необычные интересные новости. Скоро вернусь, и помните, грядут перемены. Они уже стучатся в ваши двери. Пока!